я привет еду к официальному дилеру как себе домой уже проблема такая смотрите вот руль у меня болтается стал болтаться роль аж ехать как-то немножко неудобно так что еду к официальному дилеру посмотрим по гарантии как что но все равно машина хорошая так что все погнали 5 я уже сервизе итак смотрим начинаю смотреть люди начали разбирать автомобиль сейчас мы посмотрим всю причину кожухи поснимали чем причина нам сейчас все скажет вот такой люфт в руле у нас пока никто сказать целиком не может я там свет включу посвечу чтобы вы смотрите вот видите как болтается роль чем причина пока не знаю так что сейчас ребята посмотрим все вам сниму все покажу ребята инженер по гарантии посмотрел сказал что гарантийный случай решение принял сейчас будут менять сказали что возможно подшипник так сейчас разберем что за звук такой вот смотри сейчас газ дам и будет нормально все лишь нормально такое ощущение что натяжитель цепи который он уже по-моему крякнул видишь наоборот так нормально все натяжитель цепи походу крякнул у меня сейчас будем вскрывать опять же все смотреть так что официальный дилер мой дом родной почти постоянно здесь нахожусь вот так вот ребята там еще одна проблема у меня в движке сами слышали ух ты снялся но надо же на Немножко на лоткой зубы он поработал. Разводите обратно, здесь развальцовка идет. Разводите обратно, идите нормально. То есть, он просто выскочил с трубки и поэтому болтается? Да, он в серединке встал. Понятно. Ребят, смотрите, подшипник целый. Сейчас мы здесь выпрямимся, развальцуем, на место поставим, соберем. Ну и посмотрим, как все это будет работать. Вот так вот выглядит подшипник. Все на месте. Сейчас здесь загнем побольше, чтобы он не выскакивал. Смотри, не балдеет ручка? Сейчас поставит, посмотрит. Ну и все, вот, вся проблема решилась. Немножко есть вибрация? Нет, это до нас же вибрация. То, что здесь руля не прикручена наверно. Да, нет, еще в самом прошлом. Не, нормально. Да нет, я думаю. Не, там вроде как нормально. Да, но там еще откручено просто. Так что вопрос и проблему одну, я думаю, решили. Сейчас все соберем обратно, посмотрим. Здесь пока откручены болты. Руль можно под себя подвинуть влево, вправо, влево, вправо. Так что, чтобы знали, то что руль можно отрегулировать. Как надо, себя подвинули, поставили и поехали. Ну, на моем случае до конца влево двигаешь, вот так вот будет удобней. Потому что здесь уже сюда руль. Вот так вот мы его и зафиксируем. Короче, влево. Все, вопрос закрытый. Руль собрали. Вроде ничего не болтается сейчас. Ну, люфт, конечно, есть небольшой, но он, наверное, должен быть. Но такого уже нет. Так что, знаете, у кого такая проблема, просто выскакивает подшипник. Засуньте его на место. Дреметь сильно. Сейчас вскроем крышку клапанную и посмотрим, какие у нас там нюансы. Вообще, как люди говорят, если там успокоить или менять, это большая проблема. То, что с кондиционером автомобиль, там есть болт, который очень сложно открутить. Короче говоря, работа на полдня примерно. Вот, ребятушки, смотрите, на свежем масле. О, ура, он на месте. Слава Богу. Никуда не есть. То есть, туда мы не будем двигаться, да? Так, ладно, а в чем такая проблема такого стука тогда? Натяжитель. Натяжитель. Менять натяжитель? Да. Натяжитель не делаем. Слушай, а может быть, что цепь может перескочить при таком стойке? Нет? Нет, не может, да? Если перескочил, у тебя попадает по кругу. Все, я понял. Все, я понял. Все, я понял. Все, я понял. Ладно, ребята, короче, нам упростили задачу. Сейчас будем смотреть. Человек нам разберет, посмотрит, заменит. Гидролический натяжитель цепи мы убираем. Будем ставить, устанавливать механический. Устанавливать будем механический натяжитель цепи. Вот так вот он выглядит. В комплекте прокладочка идет. Нажерите цепи автоматически. Вот она, жерите цепи, родной, который стоял. Мы сняли. Вот так вот он выглядит. Горячий. Все, сейчас будем менять. Вот на это. Не видно, но, чтобы вы видели. Короче говоря, вот там устанавливается. Подачи масла мы ее сняли. Датчик давления масла сейчас установим на место. Ребята, это есть трубка подачи масла. Сюда она, которая подается. Все, мы ее сняли, чтобы она нам не мешала. Сейчас мы проверяем натяжку. Работает, не работает. Да, просто провернуть. Куда-сюда. Идеально. Значит, он начинается. Все хорошо. Установили назад прокладку. Прокладка резиновая. Сейчас установим клапан на крышку. Взрывы. Обороты дать? Да, нам обороты. Погоди. Выглуши еще раз, попробуй. Вроде как причину устранили. Да. С другой стороны еду, что-то стало стучать, сейчас опять же подняли, посмотрим, может где-то что-то ослабло. Вроде пыльники все на месте, визуально такого ничего нет. Но заодно и посмотрим. Друзья, выехал я в сервис официального дилера, который находится в Оренбург, Волгоградская. Руль устранили, как я вам показал, то, что подшипник втулка, там стоит подшипник, он вылетел и была вибрация. Сейчас все вставили на место, с рулем понятно. По натяжителю цепи, был сильный стук, цепь гремела, заехал, опять же посмотрели они, заводской, которая за счет давления масла натягивается, убрали. Пилот, который я сам купил, пошел в магазине, не стал ставить такой же, как заводской, установили мне. Сейчас, в принципе, все работает нормально. Поехали мы дальше экспериментировать. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. И те, кто пишет, что я должен все это делать сам, пока машина новая, нужно ездить в сервис, ребята. Все пользуются по гарантии. То есть, руль у меня устранили по гарантии, там ремонт мне произвели по гарантии. Единственное, что я купил самостоятельно другой натяжитель цепи. Остальное все, в принципе, сделали бесплатно. Единственное, отдал деньги за мойку. Так что пользуйтесь, любите свои машины. Все, ребята, давайте. Пока, будьте здоровы.